Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои подписчики, телезрители. И сегодня мы с вами поговорим об именах. Я уже говорил в своей лекции-консультации, что мы в своих ченнелингах достаем имена. И не просто звездные имена, как раньше были. Сегодня возможно найти имена, которые будут подходить именно для вашего ребенка. Если даже, может быть, кто-то хочет во взрослом возрасте уже, да, зрелом возрасте поменять свое имя, можете обращаться, пожалуйста. Я также вместе с вами развиваюсь, получаю эту информацию. Я далеко не все знаю и получаю очень много новой информации. Всегда спешу с вами поделиться этой новой информацией. Вот на днях мы получили новую информацию. Более глубоко и детально погрузились в значения различных имен, для чего они нам нужны. И просто был один человек, который очень сильно волновался. Родился у него там сын. И человек просто боялся, не будет ли никаких проблем, когда ребенок находится в этом мире материальном, да, без имени. Никаких проблем нет, когда ребенок без имени живет. И можно отсрочно его называть, если по каким-то причинам вы не придумали ему имя. Неважно по каким причинам, никого мы не осуждаем. Отдавали заранее, не давали ему заранее имя. Это не играет совершенно никакого значения. Конечно же, в социуме ребенок не может жить без имени. Ему будет тяжело, некомфортно, потому как, естественно, есть документы определенные. Надо как-то человека называть. Он не должен быть каким-то изгоем. И, конечно же, имя, оно несет определенную защиту и сопутствует удаче по жизни человека. То есть нужно обязательно правильно выбирать имя. Оно должно соответствовать каждому человеку. И когда мы проводили ченнелинг, просто выявили, что есть цветаоры у каждого человека. Было сказано, есть пять цветов, определенных общих цветов, да. И из этих цветов есть соответствие многим именам. Допустим, желтый цвет будет соответствовать определенным именам. Оно может быть как русское вытащили имя, может быть международное имя на Земле. И есть галактическое имя. То есть это не звездное имя, совершенно не относится. Если же вы, допустим, хотите назвать своего ребенка, дочку, сына, то можно на выбор даже несколько из имен. Чем больше естественных имен, тем дороже будет. Это понятно. И вот мы нашли человеку одно русское имя, одно межгалактическое имя и одно международное имя. И человек может выбрать. Если человек патриот своей страны, ему нравятся русские имена, да, древние русские имена, пожалуйста, это все реально, это можно вытащить. Межгалактическое какое-то имя красивое. Но именно эти имена, они полноценно подходят этому человеку. Если человек будет назван этими именами, у него там во всех документах, конечно же, эти имена будут соответствовать его цвету ауры, да. И я уже про цвета недавно рассказывал лекцию, говорил, что цвет очень важен. Многие из нас, и я в том числе, мы не до конца понимаем суть процессов некоторых. И поэтому с каждым ченнелингом, с каждым разом, общим ченнелингом, частные ченнелинги, появляется какая-то информация. И все, мы больше и больше начинаем осознавать, да, что имя, страна, в которой мы живем, в доме, в котором мы живем, с той женщиной или с тем мужчиной, с которым мы живем всю жизнь, настолько сильно все влияет, какой мы работой занимаемся. Это колоссальное значение. Вы даже не представляете, насколько сильно это может вашу жизнь поменять. У многих людей депрессия сегодня существует. Все вы знаете, плохое настроение. И люди вот в элементарных вещах запутались, да, уперлись в стенку и не знают, куда дальше идти. А почему не знают? Потому что вот есть определенные вещи, да, неправильное имя, в неправильном месте живете, неправильно питаетесь, неправильно мужчина или женщина рядом находится. Уже смотрите, сколько параметров наславятся друг на друга. Это очень много. Естественно, вся жизнь, чтобы идти ровненько по своей программе, и плюс многие люди не выполняют свое предназначение, и просто прицел сбит. А почему прицел сбит? Я уже много раз в лекциях своих говорил, что прицел сбивается, когда мы рождаемся, с самого детства начинаются прививки, различные лекарства, антибиотики пичкать ребенка. Не закончилось вскармливание грудным молоком. У многих женщин нет молока от неправильного питания, от нервных стрессов, много работают, мало спят и так далее. То есть причин очень много. Начинается сразу искусственными всякими добавками кормить ребенка. Когда ребенок не готов, потом начинает мясо давать, молоко, то, которое по белковому составу ему не подходит совершенно. То есть это очень-очень все важно. Я никого не виню, никого не обвиняю. Многие люди из советской системы вышли, не было информации, не было знаний. Сегодня эти знания появляются. Спасибо таким людям, как Анастасия, спасибо таким людям, как другие есть специалисты, которые могут доставать такую информацию, правдивую информацию, делиться с людьми. И я все чаще и чаще буду стараться давать им такую информацию, когда вы будете переосмысливать всю свою жизнь, подход к себе, подход к окружающему миру. То есть это настолько-настолько все важно. Для меня, я не знаю, это как воздух сейчас, то, что я говорю. Я вместе с вами через себя это пропускаю и вспоминаю себя 10 лет назад, 20 лет назад. И я даже об этом не задумывался. Ну, Роман, там, ну, зовут меня Рома, там. Как только в школе не называли, там, имя склоняли по полной программе. И клички придумали, там, начиная, там, Ромео, Рамзес, Ромик, там, Ромарево и так далее. Миллионы различных, и сотни были таких в каждый момент. На самом деле, каждое имя меняешь букву, две буквы, там, да, три, и уже значение меняется, и по-другому идет информация. Многие люди клички кому-то дают, да. Как эти клички влияют? Совершенно иным образом, нежели. Недаром на Руси всегда было одно имя настоящее в семье, в кругу семьи. Называли одно имя, как так называемое, на выход, да, в кавычках. Когда человек выходит, тебя называют чужие люди, и ты откликаешься. А в кругу семьи только местные. Знали папа, мама, там, может быть, дедушка, бабушка, какие-то, может, родственники, близкие. Знали, как у тебя настоящее имя. И опять же-таки повторюсь, звездное имя существует, да. Существует имя, которое подходит человеку, и не только одно, их много может быть. Какое-то имя более подходит, какое-то имя менее подходит. Для какого-то человека есть одинаковые имена, но они разные, то есть по-одинаковому подходят, то есть нет там какой-то градации, допустим, да. И эта информация, она очень-очень важная. Я даже, честно говоря, не представляю, как сегодня можно без имени жить длительный период времени. Представляете, без имени, да, как бы все привыкли, что нужно называть. Но когда многие сегодня люди называют, вот заметили, да, вот у русских, например, да, у украинцев, белорусов, имена имеют значение какое-то, фамилии. У некоторых народов фамилии, они вообще ничего не означают. То есть просто взяты там, Микки Маус там, я не знаю, там, еще что-то там. То есть такие простые имена, вроде бы, да, там увидел, название команды, а назову в честь команды, она выигрывает все время и думает, что вот ребенку от этого хорошо будет. У людей просто нет знаний, просто имеется определенная матрица, имеется пропаганда, имеется радио, телевидение, это все показывают. Если, допустим, все с длинными волосами сегодня ходят, все худенькие фотомодели, все хотят следовать этой моде. Такие, ну, сами вспомните себя, да, хочется красиво одеться, изящно. Мода такая, значит, надо так одеваться. Мода на, допустим, крашенные волосы, все красятся. Сегодня сколько женщин не красят волосы? Практически вообще единицы какие-то. Я даже помню по своей бывшей жене, когда она ездила в тронвай, например, на работу, длинные-длинные волосы, до самой попы были. Каждый мужчина останавливался и говорил комплименты. Почему сегодня женщины себя уродуют, я просто не могу понять. Добровольно причем. Отрезают, перекрашиваются, волосы мертвые становятся, сухие, как мочалка. Вот для меня это непонятно, как для мужчины. Ну, очень красиво, настолько красиво и привлекательно просто. Ну, конечно, и волосы еще другую функцию несут. Обязательно мы сделаем по поводу волос-ченнелинг, по поводу бород. Это есть в плане, много вопросов таких. Но сразу все не сделаешь, будем постепенно делать, чтобы более было понятно, какие волосы носить надо, кому надо носить волосы и так далее. И по поводу, конечно, ауры, я еще раз повторюсь, что именно цвет очень влияет. И какая обстановка в доме должна быть, какая одежда подходит, естественно, иногда. Вот не знаю, мне всегда нравился определенный цвет, зеленый, нравится, 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 нравится. Ну, не мог объяснить с самого детства. И часто бывает, когда у людей прицелы не сбиты с самого рождения, да, когда, например, мне мама прививки вообще никогда не делала. Вот откуда она знала, да, вот шла информация какая-то, не надо ему делать, максимум несколько прививок мне сделали, вот и все в жизни. А так с самого детства всегда отказывалась. Нет, нет, не надо и все. И когда вот многие люди интуитивно понимают, то есть не могут объяснить, да, но чувствуют, что да, не надо это делать или не надо вот так называть, например, или ребенка так заставлять делать, как вот родители считают, да, потому что вот он считает, так и должно быть. На самом деле для вашего ребенка это совершенно может не подходить. Не тип питания. Многие боятся детей, допустим, да, переводить на сыроедение. Опять повторюсь, многие мне не верят. Вот все, я осознала или я осознал, все, хочу сразу на сыроедение. Неправильно. Вот сколько я сейчас работаю с сущностями, многие периоды затягиваются на несколько лет даже. Несколько лет переход, растягивайте во времени. То, что многие сыроеды, фрукторианцы делают, это неправильно. Есть определенные компоненты, и я сам, честно говоря, тоже недавно получил некую информацию о питании, шоковую для меня. Буду с вами делиться постепенно этой информацией, не в одной лекции, буду просто раскладывать ее по отдельным лекциям, чтобы лучше усваивалось, было лучшее понимание. в одной лекции там я говорил, что я рассказываю практически все, но чуть-чуть для себя оставлю, а человек мне там пишет сегодня. Это неправильно, я считаю, что вы должны все давать людям. Все давать, выворачивать карманы, все давать. Все, что нужно, я даю, но есть какие-то некоторые секретные вещи, а эта информация не все нужна, и многие люди ее до конца не поймут. Поэтому я только такую информацию придерживаю. Естественно, когда провожу какие-то частные ченнелинги, естественно, я конкретно даю для человека информацию, конкретную, как дышать, как питаться, как медитировать, как голодать, сколько воды пить, конкретно какую воду пить. Некоторым подходит талая вода, некоторым родниковая, некоторым вода фильтрованная. Еще много раз переспрашиваю, а точно эта вода, почему? Вот этому почему-то это подходит, тому это подходит. Очень-очень интересно. И, кстати, по поводу ДНК выяснили наконец-то, а то вот я все говорю, говорю, говорю в своих лекциях, да, и по поводу ДНК выяснили, тоже, наверное, сделаю отдельную лекцию, именно почему с рождения человеку подходит одно, питание другому человеку другое. Все эти вещи интересны. Чем больше работаешь, тем ближе приходит осознание, как все устроено, как это все работает, и на самом деле ты становишься таким более взвешенным человеком, понимающим. Внутри что-то такое меняется, знаете, вроде бы сначала такой небольшой шок, да, ну, в кавычках, конечно, а потом начинаешь понимать, вот сколько сейчас в интернете ходят мыслей умных, да, и по этому поводу, и по этой дискуссии, на форумах, да, почему так, не так, потому что некоторые тоже пишут, что они со мной не согласны. Конечно, это ваше право и ваша жизнь, вы должны пройти это, удариться, набить шишек там, испортить себе здоровье, потом все равно вернетесь к тому, чего я говорил. Я не говорю, что я какой-то исключительный, что только я правду говорю. Есть, наверное, люди, которые тоже об этом говорят, и из основных сыроедов я пока такого ни у кого не слышал, чтобы конкретно говорили по питанию, по способности души, по программированию с рождения. Такой информации я точно нигде не слышал. По крайней мере, я это говорю, может кто-то уже взял от меня и начинает говорить дальше, но первоначально я это озвучил. Ну, я не бью себя в грусть, что вот я первый сказал об этом, да, нет, просто люди должны просто правду знать. Я всегда с самого детства хотел добраться до корней каких-то, да, до правды там, чтобы понимать, что происходит. И, наконец-то, у меня появилась такая возможность в виде своего духовного развития что-то я уже могу делать. И когда есть еще Анастасия рядом, мы вдвоем работаем, для меня просто каждый раз, когда я с ней захожу, у меня просто, не знаю, у меня на сердце прямо настолько приятно, я просто кайф получаю. Как будто я лежу там, не знаю, на каком-то острове красивом с пальмами там, белый-белый песок там, нет ветерка, солнышка 20, там, не знаю, 6 градусов. Легкий ветерок, просто лежу, медитирую, балдею просто, да, наслаждаюсь. Примерно такие вот ощущения, и твое тело как бы легкое, ты приподнялся над землей, то есть получаешь удовольствие. Вот каждый раз с Анастасией, когда вот я работаю после ченнелинга и получаю именно ответы на те вопросы, на которые я хочу и вам помогаю. На себя время, естественно, не хватает, это понятно. Итак, заканчиваю эту видео-лекцию, думаю, что было с именами интересно, и по ходу уже получения новых каких-то информаций всегда буду делиться новой информацией. Всем вам самого доброго, до свидания. субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,